Так, ну и как всегда по фэн-шую топик смартфон за космические средства. Напоминаю, что он лучший, раз 500 вам напомню за ролик. Что так делать не стоит, если вы покупаете смарт. Вы его покупаете не для того, чтобы топить, но в случае чего IP68 дождик, утопление должен легко выдерживать. К слову, если хотите, чтобы я с ним поплавал, напишите. В принципе, с пикселями я плавал, почему с Honor мне не поплавать. Если умрет, напишу в комментах. Но в целом, умирал у меня только iPhone. Смотрим. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня. Здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я буду рассказывать вам о смартфоне Honor Magic 5 Pro. И насколько он хорош, вы можете посмотреть DXO Mark и узнать, что это лучшая камера на рынке. Не селфи-камера. И это лучший экран на рынке, по их мнению. Насколько я с ними согласен? Я с ними не согласен. Но это не важно. Вы смотрите обзор не для того, чтобы узнать мое мнение, а узнать результаты моих тестов. Посмотреть примеры съемки. Разница между iPhone, допустим, 14 Pro Max и этим в плане видео. Я уже на лайв-канале выгрузил пример того, как этот смартфон можно использовать как GoPro. Катался с ним на байке. Плюс вы увидите там фронталку и основную камеру в примере на улице. Если говорить о играх, то я его уже гонял в Twitch. Он осилил, но только в 720p. Кто понимает, о чем я, тот поймет. По поводу автономности здесь все хорошо. По поводу эргономики. У меня нет ощущения, что Huawei Honor что-то меняет в принципе, но это тоже неплохо. Дырка меня, как и большинства, наверное, бесит. Вот эта вот фронталка 0708X1. Напишите, кстати, в комментах, кому такое решение нравится. Я понимаю, Dynamic Island, логично маркетинг, но хоть какие-то программные фишки. Здесь это просто фронталка. Если говорить о остальных каких-то вещах сходу. Сканеры отпечатков пальцев. Работает отлично. Отклик экрана великолепный. Результаты синтетики не очень хорошие. На работу это не влияет, но в работе смартфона довольно большое количество глюков. У меня китайская версия смартфона на руках. Информация разнится. Кто-то говорит, что может загрузчик быть разблокирован, и китайские продавцы накатывают глобалку. Кто-то нет. Но чтобы вы понимали разницу в цене между этим смартфоном в китайской версии, посмотрите по ссылке в описании, и глобальным ценникам где-то 30-40%. Ну, кратко говоря, космос. Внешне мне он нравится, особенно в этом цвете. Много плюсов, много минусов. Одно слово флагман. Тем более лучший по мнению многих. Смотрим. Распаковка. Поставляется Honor Magic 5 Pro в черной обыкновенной коробке из плотного картона. На упаковке есть название модели и краткие характеристики. Пакинг стандартный. В комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, силиконовый чехол. Не лучшего качества, но хорошо, что положили. Вспоминаем Самсунги. Краткое руководство. Кабель с USB-A на Type-C. Блок питания на ультра. Скромные по нынешним меркам 66 ватт. Хотя, опять же, вспоминаем Самсов с 45 и вообще без блока. И становится вроде бы понятно. И ключ для излечения слота. Он прорезиненный на 2 нано-сим-карты. Карту памяти запихать, разумеется, нельзя. Весит смартфон без чехла 219 граммов. А габариты 163 на 76 на 8 миллиметров. Розыгрыши моря. Читаем описания, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Ежемесячно 30 числа каждого месяца на стриме на лайв-канале. Не забудьте, кстати, подписаться на телеграм-канал скидок. Взаимопомощь и мой личный телеграм-канал. Там много всего полезного. Подписывайтесь на YouTube с колоколом. Пишите в комментах, что еще купить на обзор. Перейдем же к смартфону. На официальном сайте данный смартфон доступен только в черной и зеленой расцветке. Но также есть фиолетовая, голубая и оранжевая, которую я как раз и купил. Тыльная часть выполнена под кожу, а рамка алюминиевая. Опять же, по поводу цветов, скорее всего, просто на европейский рынок не все цвета уйдут. Дизайн устройства интересный. Выглядит смартфон хорошо. С другой стороны, он очень похож на некоторые смартфоны от бренда BBK, правда? Сборка хорошая, как и качество материалов. В руке смарт лежит удобно. Из рук не выскальзывает даже без чехла. Но пользоваться одной рукой не совсем комфортно. Я вообще эти водопады не люблю. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C, OTG. Далее есть микрофоны, два основных динамика, один разговорный. Звучание неплохое, стерео, но не топ. Есть звуковые эффекты DTS-X Ultra. Для Bluetooth-аудио устройств есть поддержка кодеков высокой четкости. И не только их. Вибромоторчик хороший. Миниджека нет, а ЭК-порт в наличии. Что неплохо. Как и то, что смартфон имеет водонепроницаемость класса IP68. В начале ролика вы видели, как я его топил. Он не погиб. И напоминаю, что из всех смартфонов, а брендов, у которых есть IP68, у меня погибал только iPhone 14 Pro. Я его, конечно, реанимировал, но было неприятно. Смартфон оснащен OLED Full View дисплеем на 6,81 дюйма с разрешением 2848 на 1312 пикселей. Экран изогнутый. Лично для меня прямые экраны удобнее. И для игр, и для всего остального. Есть поддержка управления жестами. Поддержка 1,07 миллиарда цветов. HDR10+, разумеется. Соотношение экрана к корпусу 92,33%. Соотношение сторон 19,54 к 9. Плотность пикселей 460 ppi с небольшим запасом. Но флагманской эту плотность не назвать. Напоминаю, что большинство флагманов начинаются от где-то 500 ppi. Подбородка нет. Рамки симметричные, средней толщины. Цветопередача приятный. Экран яркий для повседневного использования и для глаз. Пиковая яркость 1800 нит, что прям очень хорошо. Вы видите iPhone 13 Pro Max. Вы видите Samsung S23 Ultra. И как раз этот смартфон по яркости сейчас. Я могу сказать, что это не пиковая, а максимальная яркость. То есть не путаем. Пиковую вы можете увидеть только когда в солнечный день у вас включена функция автояркости. Он выдает вот этот вот максимум. Смартфон поддерживает адаптивную частоту обновления экрана LTPO. Это, разумеется, от 1 до 120 Гц. Тест на частоту дискретизации касаний вы можете наблюдать на экране. Результат средний. Но при использовании данный смарт по мне самый-самый приятный в плане тактильной отдачи. Он моментально откликается. Нигде у меня не подглючивал в плане отклика. Частота регулировки шима 2160 Гц. Результат шима неплохой, я бы сказал, средний, так как есть к чему стремиться. Автояркость отрабатывает быстро и корректно. Полноценный Always-On-Display, разумеется, на борту. Мультитач есть, молниеносный, берет все 10 пальцев одновременно. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо. Завести можно до 5 пальцев. Ко всему несколько одинаковых отпечатков пальцев зарегистрировать нельзя. Распознавание лица срабатывает быстро и даже под углом. Завести можно биопетрические данные только одного лица, но в разных стилях. Пустим, в очках заведете лицо и с одной прической, и без очков с другой прической, для примера. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с техпроцессом 4 нанометра, с 8 ядрами, максимальная частота которого 3,2 ГГц. Здесь все как у всех флагманов. Графический процессор Adreno 740, операционная система Magic OS версии 7.1 на базе Android 13 версии. Русский язык в стоке есть, перевод неплохой, как и шрифт. Но все можно менять. Интерфейс работает шустро, но глюков прямо безумное количество. Оперативная память доступна на выбор 8, 12 и 16 ГБ. И по поводу глюков я еще раз повторяю, с тем, кто не будут смотреть примеры видео, в которых я как раз рассказываю еще о каких-то особенностях. В этой штуке очень часто заходишь в настройки, и в меню, где необходимо вводить пароль, он просто не выводит окошко пароля. Если ты что-то устанавливаешь, что должно работать с гуглами, и по идее Honor должен их адаптировать под себя сейчас, ты заходишь, и очень часто эта программа висит. Вполне возможно, с прошивками это все дело напилит, но сегодня я рассказываю, как есть сегодня. Внутренняя память быстрая UFS 4.0, и на выбор 256 или 512 ГБ. Напоминаю, расширить внутреннюю память, ставив microSD, нельзя. Также установлен радиочастотный чипстет Honor C1 для улучшения качества связи, дискретный чипсет безопасности и дискретный чипсет дисплея. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi последней седьмой версии, поддержка 5G сетей, которая не особо актуальна для нас, но хорошо, что она есть. Для 4G есть седьмой и двадцатый бэнд. Звучание во время разговора хорошее, микрофоны, как и датчик приближения, не подводили. Связь смартфон ловит отлично. Bluetooth предпоследней версии 5.2, последняя 5.3 NFC поддерживается за навигацией на борту GPS GLONASS от GPS Beidou Galileo. GPS стандартно показывает точность 3 метра, ловит довольно быстро, кстати. И при том в разных условиях. Емкость аккумулятора здесь по программам и по рекламе очень сильно разнится. Где-то пишется 5350 мАч в программах по автоматической проверке, в рекламе было 5000, где-то пишут 5100, но не в этом смысл. Но смысл в том, что в PC марке, в принципе, этот смартфон выдал больше 8 часов при максимальной яркости и максимальной герцовке. Без максимальной яркости и максимальной герцовки увидите в моем телеграм-канале взаимопомощи. Я туда обязательно скину результат, но там далеко за 12. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 66 Вт, заряжается за 5 минут на 13%, за 10 минут на 21, за 20 на 39. Это по проводу за 30 на 55, за 40 на 71, за 50 на 87 и за 61 минуту на 100%. При просмотре видео на YouTube у меня уходит в среднем 8% заряда в час. В играх в час в среднем уходит в районе 18-19%. Я гонял этот смартфон на твиче, как и все. Единственное, пришлось поменять с 1080p разрешение на 720p, или он не тянул, в АПАБГ Ньюстейт. И он съел 19% за час, что даже очень хорошо. Пруфы можете посмотреть на лайв-канале. Перейдем же к тестам. Троттлинг тест проходит очень плохо. 245 гипсов минимально. Максимально 409 гипсов. В среднем 271 гипс на 100 потоках при 60 минутах. Нагрев во время троттлинга составил около 42 градусов. И это не критично. И хочу отметить, да, я также пытался, как у Huawei, помните, тапать на экран, чтобы все было лучше. Несколько раз проводил. Но вот это лучший результат. Что получилось, то получилось. Сколько в Geekbench, в мультикоре, синглкоре вы видите? Ничего космического. 3DMark тоже самое. Стандартные для нас значения. Единственное, обратите внимание на стабильность. Она здесь прямо ужасна для синтетики. Но будем думать, что смартфон делали не для того, чтобы синтетику хорошо проходить, а для того, чтобы им хорошо было пользоваться. Правда? В Antutu выдал суперскромный результат для этого процессора в 1 миллион 106 тысяч попугаев. Сторож-тест показал не лучшие для этого типа памяти 111 тысяч. Опять же, мы привыкли видеть 130 тысяч. 45-минутный стресс-тест прошел ожидаемый. Результаты вы можете наблюдать на экране. Нехорошо. Результаты теста искусственного интеллекта хорошие. 3 миллиона 860 тысяч баллов. Перейдем же к самому интересному. Это камера. Основной блок камер с тыльной части состоит из трех сенсоров. Лет вспышки, датчика уменьшения мерцания во время съемки. Притом здесь мерцание, наверное, было самое большое, которое я видел вообще среди флагманов за последние полгода. Направленные микрофоны и система лазерной фокусировки 8 на 8 DTOF. В рекламе вы можете увидеть, что данные камеры удостоились первого места по версии DXOMark, как и к слову и дисплей данного смартфона. Вот с дисплеем я, кстати, согласен, несмотря на то, что я не люблю прямые грани. А по поводу камеры, еще раз повторяю, что фото примера у меня уже скинут в мой личный телеграм-канал. Можете скачать ZIP и смотреть на хорошо откалиброванном экране. Я думаю, вы со мной согласитесь, что с DXOMark что-то не то творится. Основной сенсор на 50 мегапикселей со светосилой f1.6 очень круто. Сверхширик на 50 мегапикселей с углом обзора в 122 градуса и макро в 2,5 сантиметра. Телеобъектив с перископом также на 50 мегапикселей. Есть 3,5-кратный оптический зум, 100-кратный цифровой зум, оптическая стабилизация, двойной режим стабилизации, оптическая плюс цифровая. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 фпс. Запаса в 8К нет, что нереально странно. С фронтальной части мы имеем сенсор на 12 мегапикселей с углом обзора в 100 градусов и 3D датчик глубины. Находится вырез в правом верхнем углу экрана, выглядит в целом аккуратно, но с одной стороны, с другой стороны крипово, потому что это флагман. И это не динамик Айленд, это просто дырка в экране. Максимальное разрешение для съемки видео здесь 4К 30 фпс, что хорошо, но и не супер хорошо, потому что нам бы хотелось 4К 60 фпс, как у других флагманов. Правда, Самсунг и Яблоко. В стоке на смартфоне есть достаточное количество различных режимов, фильтров, вспомогательных функций. К примеру, есть портрет, ночной режим. Кстати, ночной режим автоматически включается, и я не вижу смысла его выводить в отдельный режим, но у них он есть. Захват улыбок, а и режим, мультивидео, панорама, замедленная съемка, макро и так далее. У фронтальной камеры есть возможность зумировать. Фронтальный сенсор в плане видеосъемки показал себя хорошо. Как по мне, картинка не дерганная, цвета передаются отлично, но некоторые цвета слегка перекручены. Как многие заметили в телеграм-каналах, у меня, что чуть-чуть темнят картинки, если смотреть на хорошо откалиброванную мониторию. В целом, камера, как по мне, одна из сильнейших сторон Honor Magic 5 Pro. Короткие примеры вы сейчас в видео увидите, при том увидите сравнение видео с айфоном 14 Pro Max. Чем еще его сравнивать, правда? 4К 60 фпс, основная камера, айфон 14 Pro Max и Honor Magic 5 Pro. Что я могу сказать? Вот сейчас работает основная камера у одного и другого смартфона, и пока вы видите и слышите, насколько отличаются, допустим, направленные микрофоны, которые имеются и в одном, и другом аппарате, насколько, может быть, каким-то образом работает стабилизация, хотя он на штативе, ладно, каким образом работает автофокусировка по глазам. Я хочу отметить такой момент, что, первое, ультраширик работает в 4К 60 фпс только на яблоке, и фронталка в 4К 60 фпс работает тоже только на яблоке. У меня есть АС-23 ультра, там такая же история, при том, у АС-23 ультра есть в запасе 8К 30, даже не 24 фпс. Так что, чем руководствовалась DxOMark, когда давал устройство, у которого на фронталке в 23-м году нет 4К 60 фпс и запаса 8К 24 или 30 фпс на основном модуле, я не знаю. По поводу фотографий, еще раз повторяюсь, смотрите на откалиброванных экранах, то, что я скидывал в телеге, либо еще кто-то, кто будет приобретать данное устройство, будет скидывать. В целом, для основной камеры вход достаточен, я думаю. Ну, а теперь фронталка. Два основных модуля, и особое спасибо Honor за что? В первую очередь, за то, что это магический смартфон первый, имеет ограничение в 15 минут при 4К 60 фпс. Многим это будет важно, я понимаю, что многие реально снимают дольше. Это фронталка у Honor 4К 30 фпс, у яблока 4К 60 фпс. По поводу скинтона и всего остального, повторяюсь, можно говорить, что яблоко желтит этот белит, но все относительно это раз. Два, мне скинтон больше на яблоке, нравится этот цвет здесь реалистичнее. Хотя чуть-чуть все равно перекручен. Опять же, все это относительно, не относительно то, что здесь 4К 30 фпс ограничения на 15 минут, у яблока его нет. И не относительно, опять же, то, что у основной камеры Honor такая же беда, есть ограничения. Но Honor может делать вот так и вот так. Я не знаю, кому это надо, но кому-то, возможно, будет нужно, кому штатив не поставить подальше или еще до каких-то целей и задач. Но, в целом, вы уже поняли, что смартфоны снимают по-разному. Первое место и не первое. 4К 60 фпс. И мы видим стоковую камеру айфона против стоковой камеры от Honor. И я вам скажу, все, как говорится, познается в сравнении. И это сравнение сейчас, вполне возможно, магическим образом будет выигрывать смартфон, который ловит меньше зайчиков, да? Ну, вы поняли. Шучу. А к чему это все? К тому, что вот сейчас, если смотреть на надпись Hilton, то лучше все у Honor. Но если вы приглянетесь и выше надписи Hilton, попытаетесь рассмотреть, допустим, окна или то, что в окнах, то вы поймете, что, скорее всего, вам понравится какой-то другой смартфон. Ну, ладно, это все лирика, не лирика. Движение. Смотрим, как, где работает стабилизатор. И минуты, в принципе, достаточно. Но у Honor ограничение 15 минут. Да-да, сейчас делаем X2 на айфоне, X4 на Honor, X3 на айфоне, X10 на Honor. В принципе, этого достаточно только на айфоне. А, нельзя все равно проходить на ультраширик. Давайте к морю подойдем. Там луна. Там у нас много разных кораблей. Водичка. Счастливые люди. О, видите, как из огней вытягивает кто-то вдалеке. Не будем показывать пальцем. И безупречные фронталки у айфона 4K 60fps, напоминаю. О, смотрите, какой роллинг-шаттер у Honor. У Honor 4K 30fps. Ночь. Дальше мучить не будем. Что же, 4K 60fps. Основная камера. И вы готовы себя расстраивать. Ну, вы поняли, да? А может быть и не поняли. Может быть, кто-то мне расскажет про то, что, допустим, я сейчас видел, как картинка на айфоне дергалась больше. Но! Где мы должны увидеть, что что-то лучше, что-то хуже? Я не знаю даже. Вы видите пока? Я пока нет. Но на айфоне можно уйти на... Нельзя уйти. На X6 максимум. На... Honor... Давайте посмотрим. Я даже не знаю, если честно, по большому счету, где здесь лучше. Я вижу, что у Honor идет кроп довольно приличный. У айфона такого нет. И у Honor ограничение на 15 минут. Ну, а еще, разумеется, да, деталей по мне больше все-таки на яблоке. Особенно если смотреть рассматривать что-то вдалеке. Опять же, может быть, я не прав. Ну, на Honor очуменный такой кроп. 2,7 наверно, они 4К. Немного 4К 60fps у яблока. И 4К 30fps у Honor. Вот так X8. X07. 0,8, 0,7. Вот так X1. В целом, я думаю, вам хватило. Но 4К 60fps. И вы видите, как отрабатывает Honor 5 Pro. Magic, который против яблока. И да, все протерто. Расшивка последняя. То есть, ну, здесь все без слов понятно. Можно не двигаться. Как работают микрофоны, вы слышите и тот, и другой девайс без чехла. Но, смотрите-ка, с вывеской. Да, и с вывеской тоже все ясно. В iPhone можно переходить на X2. Здесь на X4, на iPhone X3. И там, здесь уже мы видим разницу. Она большая. Но на iPhone можно еще приходить, не помню, на ультрашивую. 4К, но не в 4К 60fps. В целом, если чуть-чуть пройтись, то всем будет примерно вот такая стабилизация. Я думаю, вам хватит. На iPhone 4К 60fps. К сожалению, на Honor это не так. Только 4К 30. И вот так вы сможете себя снимать, если будете снимать себя ночью. 4К 60fps, основная камера. И вот сейчас я сделал автофокус рукой. Точнее, это не автофокус, это получается ручной фокус. А с автофокусом здесь, не знаю. Давайте заново запущу. Запустил заново. Смотрим, какой здесь автофокус 4К 60fps. Ну-ка, прыгает, прыгает. Ну ладно. Но мне это важно. Мы сейчас пытаемся увидеть, как ночью снимает данный смартфон. Пока нет людей, пока тихо. И вот так вы сможете снимать различные объекты ночью. Есть X4, есть X10. Обновление последнее поставил. Смартфон свежий. Допускаю мысль, что все это дело допилят. Плавность меня не устраивает. Меня не устраивает работа со светом. Это раз. И два. Автофокус, как вы уже видели, меня тоже не устроил. Смотрим X10. А если плавно попытаться увеличивать ручками. У фронталки предел 4К 30fps. Это вам не 60fps. И роллинг шатра я не вижу. На 0,7 было. Сейчас 0,8. И основной модуль. Все, в принципе, что и требовалось заказать. Ночью нечего снимать. Стихами начал разговаривать, да? 4К 60fps. Мракобесное место для съемки. И я абсолютно бесконечно не понимаю, почему здесь нет 8К. Хотя, примерно понимаю, это процессор. Но, ладно. Всему это все к тому, что вот такая вот новинка странная. Немного фронталки в тех же условиях 4К 30fps. Вижу роллинг шаттер. Возможно, вы его не видите. Не знаю. По поводу, насколько хорошо работают микрофоны, скинтоны и всего остального ночью, вы можете отсидеть. Практически всегда тестируют смартфоны вот в этих условиях рядом с этим местом. Максимально громко. Много людей. И противно. И основная камера 4К 60fps. Ночь. Плавную. Вместе, где нельзя снимать. И снова 4К 60fps. Основная камера. Ночь. Кстати, ночью снимают довольно хорошо. Шумов я вижу по минимуму. Опять же, нужно будет смотреть, как все это дело будет выглядеть на компьютере. И, кстати, нет, нельзя развернуть. А кнопка есть разворота на фронталку, но ее нет. Фронталка 4К 30fps. К сожалению, кнопка по смене камеры на основной и на фронталке не работает. То есть, я ее нажимаю и просто происходит примерно... Вот сейчас пытаюсь то же самое, как если бы я нажимал на фото. А, ну, наверное, это фото и есть. Просто после Samsung Ultra непривычно что-то нажимаешь, а оно не поворачивается. Это не MPR Ultra. Посмотрите обзор. Три обзора на Lite и один на основном канале, только чтобы рассказать все. 4К 60fps. X1. X4. X10. И сейчас вы можете подумать, что все хорошо и приятно. И есть моменты, где можно сказать, что это хорошо. Но съемка с одной руки, к слову. Если мы будем смотреть сравнение, оно будет на дальше, либо вы видели вначале, но скорее всего перед этим роликом, то вы увидите, какая разница между яблоком и Honor. Я скажу, что в некоторых вариантах использования у Honor что-то лучше, но в целом по мне хуже. Хотя опять же делать выводы вам. X4 у нас есть X10. Вообще отлично. В общем, обличаем задачи 1080p 60fps, фронталочка и, разумеется, ночь и наша любимая локация последние полгода. Я бы сказал, просто в каком-то смысле артская. Но не в плане отношения к религии. Религии все мы уважаем. А вот в плане освещения здесь печаль. Вот смотрите, я могу на X8 и на X07 переводить. Но напоминаю, что вот этот вырез бесполезный абсолютно у фронталки. Может быть, кому-то он и поможет для каких-то задач. Но в целом, по мне, это что-то вообще ненормальное, как минимум. Но напоминаю, что да, в 1080p 60fps, разумеется, вся стабилизация работает в разы лучше. Поэтому вы сможете себя снимать любимого с большим комфортом, вытянув, допустим, руку и чуть ли не... Вот сейчас подсветка включилась. Чуть ли не бегая. Даже бегая. Может быть. Напоминаю, что, скорее всего, на пользу NetLife вы увидите пример съемки с этого телефона. Я пока флагманы так гоняю на байке при поездке. Это, с одной стороны, дичь, с другой стороны, это позволяет нам понять, как близко смартфоны подошли к опрохам. Повторяюсь, такое лучше не делать. Даже на диджаевском стабилизаторе вполне возможно вы просто убьете стаб физически своему смартфону и вы не сможете его реанимировать никак. К слову, вы один из рейдников, у меня впервые за пять лет, вышел из строя, но не от вибраций, а даже раньше. Просто белые экраны все буду перепрошивать. Расскажу вам, как и что, полторы минуты и вроде бы смотрибельно. Главное, как микрофоны. Напоминаю, что все смарты всегда в чехле. Кроме флагманов, суперфлагманов, это не суперфлагман, даже 8К нет. 4К 60 фпс, место волшебное для того, чтобы тестировать смартфоны. Почему? Потому что, вот сейчас, допустим, я беру и тестирую только этот смарт, но через какое-то время я сравню его с айфоном. Разумеется, чтобы вам не было скучно. Запомнили, как это дело выглядит, правда? Запомнили X4, допустим. Быстрое переключение X10. Быстрое переключение еще и ночь. Всем, кому нужно будет глаза лошади снимать более четко, да? Либо лень будет дойти до скитаятки для того, чтобы ее снять в грязи. Разумеется, немного ночной съемки на основной модуль, где наши 60 фпс, да? Они есть, их не может не быть. и давайте штабную 4x10. Ну хорошо, 4x10. Очень неудобное управление настройками видео, нужно постоянно заползать внутрь, но в целом 4к, 30 фпс, вы сейчас видите. Снимать объекты и все остальное днем. По мне, автофокус работает просто хорошо. очень быстро. Может быть, кому-то не хватит плавности, но по мне, чем быстрее объект отслеживается, тем лучше автофокус. Вот так. Но условия для съемки, конечно, близки к идеальным. Можно делать условия для съемки. Мало того, что я под навесом, свет рассеянный, никаких зайчиков, но насколько хорошо или плохо решать вам, можно делать вот так. Лучше, чтобы они такую горку не делали по мне, но опять же, каждому свое. Основная камера при фотографии определяется алгоритмами, как еда эта штука. Ну и это по мне довольно неплохо. Вот вообще очуметь. Вы видите? Раз, круг. Два, круг. Да, вопросов нет. Основная камера 4К 60 фпс, съемка рядом с трассой. Скорее всего, на лайв-канале уже выгружен пример, как я все это дело тестировал с DJI. Катал, получается, 25 минут запись вместе с фронталкой. И основной камерой, думаю, вам будет интересно, посмотрите, на что способен данный аппарат. Фронталка 4К 30 фпс и также ограничение на 15 минут. кроллинг-шатра нет. ну, ультраширик 1080p 30 фпс максимум. Опять же, помним, что это номинальная камера. Разумеется, никакого здесь автофокуса не завезли. Этого мне не будем перечитать бренды. Не так как много, которые имеют автофокус на ультраширике, но разрешение ни о чемное. Можно переключаться на X1, на X4. Разумеется, модуль меняется. Смотрим. X10, модуль. Видите? Закрыл модуль. X10, стоп. X4, X1 и ультраширик. Режим 1, X2. Основная камера 4К 60 фпс и немного игровых автоматов. Давно я не снимал подобное. Понятно, что есть везде, но везде разные же правильно. Разные фавориты. Но самое веселое, что в принципе каким бы атовизмом это не было, при любом раскладе днем это пользуется популярностью. Логично, что мы в 10 часов вечера, но все равно. И это X4, это X10. 4К 60 фпс смотрим автохокус волшебно. А вот с светом надо что-то делать в настройках. Посмотрю, расскажу, увидите. Сейчас подстроился. X10, X1. Немного фронталки в 4К 30 фпс. У нас X1 07 08. 4К 60 фпс основная камера. Видите, как хорошо эта штука работает со светом. настоящему хорошо. Это фокус? Да. 4К 60 фпс еще небольшие условия нехорошие. Много освещения неприятного. Перестраивается быстро. Вот вы видели, что мерцание было. И разумеется, самое приятное и интересное как можно здесь 4. Почему много съемки в этом аппарате? Ладно, остальные флагманы это тоже флагман. Разумеется, будет глобалка, разумеется, будут гуглы. Но сегодня, объективно говоря, кроме съемки, Honor в китайской версии вам предоставить вообще ничего не может, потому что даже какие-нибудь там игрушки все устанавливают с какими-то проблемами. Да, мессенджер вы без проблем включите, но все остальное это, конечно, боль. Плюс я не понимаю почему, но у меня как обрезанное менюхо, то есть экран, углы очень сильно скошены и часть информации не адаптирована и теряется. Неудобно, непривычно. Может быть, у кого-то это еще есть. Плюс я, в принципе, недолюбливаю водопады. Да, в руке он лежит нормально, плюс заводская пленка фактически на второй день уже начала отлипать. В общем, считайте, что по этой причине много видеопримеров для того, чтобы я вам рассказывал о каких-то особенностях и к дырке. Здесь я не могу привыкнуть. Я понимаю, что мне сейчас скажут, Саня, у тебя айфон и в яблоке эта дырка является тоже атакизмом с одной стороны и с другой стороны я многие вижу, что уже пользуются. И программа, в принципе, под нее адаптирована. А здесь тупо три фронталки, непонятно для кого, непонятно для чего. Но пишите, может быть, вам и правда такой дизайн нравится. Просто полезную площадь экрана, когда забирают, я, допустим, не могу еще привыкнуть к этой дырении при просмотре фильмов. Потому что в моем понимании на андроиде это маленькая-маленькая дырочка и ты смотришь фактически ее не замечая. Здесь это огромное дырение. Но это и не андроид уже. И пример мультивидео. Разумеется, здесь у вас есть все инструкции, что, как делать. Начинать запись. Все в ваших руках, как говорится. Вариантов моря. Можете в режиме реального времени их менять. и благополучно получается записывать в режиме нон-стоп. Довольно удобная штука. Стойки. Понятно, что много программы подсидела каким-то образом допиливает. И появляется возможность в различных устройствах. Но когда это у тебя в руках, это вообще очень удобно. И, разумеется, можно делать фотографии правильный вид. Плюс, вы видите, можно менять камеру. Допустим, так. Можно менять камеру так. Удобно. Украшение X10. Вы ощущаете, да? Украшение 0 плюс 20 лет. 4К 60 FPS. Разумеется, ультрафширик в этом режиме не работает. Но вообще мне очень нравится, как он снимает. Скажем так, бюджетный 1080p 30 FPS. Разумеется, без... Нет, автофокус я вижу. Но без особых каких-то прелестей. Разрешение очень маленькое. Smart все-таки флагман 23-го года. Как бы. о тоннерах. Умеется ультрафширик без съемки в легке никуда, да? Основная камера. 4К X10. То же самое основная камера 4К 60 FPS. Ощущаете, да? Еще немного 4К 60 FPS плюс карму данного смартфона практически всегда, когда я снимаю ночью, он определяет, что это ночь для фото. То есть вам нет необходимости включать этот отдельный режим. Хотя очень часто, допустим, по продуктам еще чему-то он пока не угадывает. Но я думаю, что камера обучающаяся это раз и два самообучающаяся. Со временем, разумеется, все это будет делать работать только лучше. Huawei и Honor, конечно, по фото очень хороши. Напоминаю, что в телегу личную я закинул уже пример, а еще закину не раз, мне кажется. И Mate 50 Pro тоже купил. 4K 30fps, основной модуль, съемка ночью. Rolling Shutter оценивайте сами, есть или нет. Это 0,7. До этого была единичка. Здесь 0,8. Ультра-ультраширики на фронталке. И опять единичка. Можно ставить на паузу, можно делать фото. Минусы. Нет 8K для основного сенсора, нет миниджека, поддержка только 66 ватт, нет возможности расширить память, вставив microSD процессор сильно троттлит и смартфон перегревается. В китайской версии нет гуглов, и единственное, эта китайская версия имеет более-менее адекватный ценник. В глобале ценник запредельный, учитывая, что опять же смартфон не является чем-то фантасмагорично фееричным и никаких каких-то характеристик не предлагает пользователю, чего нет у конкурентов. Опять же, лично по моему мнению. Плюс еще очень сильно заляпывается стекла камеры, я не знаю, с чем это связано, потому что в других смартфонов такого не было. И нет ощущения, что с Huawei P20 Pro, который у меня тоже был на руках, потом P30, потом P40, потом P50 Pro, куда-то Huawei Honor ушли. То есть, все Ctrl-C, Ctrl-V, даже по тактильным ощущениям такое же. Может, оно и хорошо, нашли свой золотой стандарт, но, опять же, можем мы смотреть на Samsung, которые вообще с S23 Ultra на S22 Ultra перепрыгивая, вообще внешне ничего не поменяли. Но здесь не знаю. Я уверен, что фанатов будет достаточно, глобалка, лютый оверпрайс. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале скидок по ссылке в прикрепленном комментарии. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, мой личный телеграм-канал, подписаться на YouTube, разумеется, с колокольчиком. У меня много всего интересного, как вы видите. И написать в комментах, чтобы вы еще хотели увидеть на обзор. И, друзья, хотелось бы в конце еще напомнить, что вот эта штука, она имеет G-Box, допустим, в китайской версии. Но, повторяясь, этот G-Box запрещенные сети вам не откроют. Это сегодня. То есть, вы можете надеяться на то, что все будет хорошо, и у вас там, не знаю, все игрушки, соцсети установятся, через Google аккаунт вы зайдете. Нет. Хотя, еще раз повторяюсь, есть информация, что накатить сюда глобалку можно. Как я не нашел, мне это не особо интересно, потому что, если ты покупаешь флагман, и тебе потом нужно взрывать мозг, просто покупай то, на что у тебя хватит денег. Опять же, это моя позиция, вы можете ее не разделять, можете покупать смарт и за 1000 долларов и дороже, и потом взрывать себе мозги, каким образом на них пользоваться любимыми сервисами, при том, чтобы они у вас еще и не слетали, не было ограничений, проблем, блокировок и всего остального. Всем добра еще раз, смарт классный. А закончить этот банкет мне бы хотелось 1080p 60 fps, разумеется, на Honor Magic 5 Pro, и что бы я хотел вам сказать. Обзор мой, если вы досмотрели до этого момента, могу предположить, что мнение мое вам интересно. Может быть, оно и не важно, но интересно. Смотрите, если вы приобретаете глобальную версию какого-то смартфона, включая Honor, вы переплачиваете за глобалку, но если брать другие бренды, Samsung мы теряем при перепродаже 20-25%, иногда 15%, яблоко 10-15%, иногда 20%. Если говорить об Honor и Huawei, зайдите на Авито, посмотрите, какое количество устройств у них там валяется. И в прямом смысле валяется, потому что за те копейки, за которые, допустим, я купил Huawei Mate P50 Pro, за те копейки, за которые продаются их раскладушки, их там валом, можно сделать вывод, что их очень много купили и очень многие хотят продать. Почему я расскажу вам страшную тайну. Еще раз повторяюсь, оболочка по каким-то неведомым мне причинам в самых стандартных сценариях использования у меня глючило. По поводу фотографии, я согласен с некоторыми своими администраторами, что Honor они правда темные. Да, постобработки они потом спокойно могут подвергаться, но если говорить о постобработке, я бы выбрал 200 мегапикселей у Samsung. Из того, что я опять же фотографировал, у вас может быть другое мнение. Еще раз повторяюсь, фотки все у меня в телеге. Если говорить о видео, он вчистую проигрывает тем флагманам, которые использую конкретно я. Если говорить о внешнем виде, я еще раз повторяюсь, его камеры очень быстро заляпываются и довольно непривычно использовать данный смартфон вот с этой круглой штукой. Придет мне Oppo Find X6 Pro, я с вами поделюсь мнением и о нем. А насчет перегрева может быть 42 градуса в играх это и немного с одной стороны. С другой стороны по ободкам это ощущается. С третьей стороны тот же, та же ультра у меня вообще ничего не вывозило. Еще и яркость сбрасывала. Honor яркость от игр не сбрасывает. И не говорите о мне других флагманов. Вот это такая история. Если вы знаете, что такое Honor, если у вас есть возможность купить китайскую версию смартфона Honor с накатанными гуглами, это вообще очень круто. То есть приобретайте, не думайте, если что, скинете плюс-минус так же. Я уверен, что немного вы потеряете. Хотя, скорее всего, если вы знаете, что такое Honor и Huawei, вас все устраивает и вы сможете этим пользоваться. Кто-то не пользуется гуглами. Если вы сидите на Huawei, Honor и подобном уже давно, гуглы вам не нужны. Смартфон бомбезный. Я такого кайфа от экрана давно не испытывал. Хотя, опять же, я не люблю водопады. Но отклик? Космос. Притом с самого начала. Я такого кайфа от камеры, чтобы фотографировать и не думать. Вот сейчас прилетит обнова на S23 Ultra. Я тогда сделаю обзор. Вот тогда на S23 Samsung прилетит обнова. Я тогда сделаю обзор. Здесь ничего ждать не надо. Здесь вот все хорошо. Я понимаю, почему он на первом месте. Потому что они выкатили продукт, который можно без проблем сегодня покупать. И даже если обновления будут, они сделают что-то лучше. Но что-то критичного, чего-то критичного в нем уже нет. То есть он уже всех делает. В стоке при выходе. Единственное, повторяюсь, у меня гуглов нет. Безумное количество проблем даже для установки каких-то там игр, активации каких-то сервисов и всего остального. В других вопросах смарт классный. Ощущение, что это флагман имеется. присутствует. Рекомендовать могу однозначно. Лучше, правда, повертеть в руке. Потому что он все-таки нелегкий и немаленький. Кому-то, я уверен, что это будет критично. Но у нас все такие лопаты, что 14 Pro Max, что из 23 Ultra, что вот подобное. Все нужно большое, чтобы вам было удобно ползать в интернете. Девайсу от меня однозначно да, вопреки всему и несмотря ни на что. Подписывайтесь на канал с колоколом, пишите в комментах, что еще купить на обзор. А много у меня уже куплено. Выбирайте на что первое я буду делать обзор. Смотрите на лайв-канале примеры того, как я играл на нем. Примеры того, как я его использовал как GoPro на байке. Думаю, что выводы вы сделаете сами и без меня. Но, в целом, если методику DXO Mark посмотреть, я понимаю, почему он на первом месте. Хотя, я бы ему первое место однозначно бы не дал. По фоткам я бы отдал ее однозначно это место S23 Ultra. По видео однозначно бы от себя отдал яблоку. У вас может быть другой взгляд, другие сценарии использования. Для вас это ультра-ультра-мега крутая штука. Может быть, я буду за вас только рад, потому что девайс хорош. Добра и удачи вам, дорогие друзья! Субтитры сделал DimaTorzok